Сначала июня в Славутиче работают представители уже хорошо известного среди работников ЧАЭС и Славучан фонда «Чистое будущее». Напомним, что уже третий год фонд ведет экологический и одновременно социальный проект как на промплощадке Чернобыльской АЭС, так и в городе Славутич. Многие помнят, что фонд «Чистого будущего» предложил администрации Чернобыльской атомной электростанции решить проблему популяции бездомных собак путем отлова и последующей стерилизации животных. В целом, проект фонда рассчитан на три года. В течение этого периода каждое лето бригада из опытных ветеринаров, волонтеров и профессиональных ловцов приезжает в зону отчуждения для проведения стерилизации, ведения учета собак и проверки их состояния после медицинского вмешательства. «Наша цель – до конца жизни этих собак обеспечить их уходом надлежащим, их хорошим качеством жизни. Может быть, не всегда будет такой проект, как сейчас, он есть в таком виде. Мы обсуждаем разные варианты с зоной отчуждения, с руководством. Когда мы начинали эту программу, в зоне отчуждения было более тысячи бродячих собак. Это, конечно же, невозможно одних и всех позаботиться. Но сейчас натуральным способом эта популяция снизилась. И сейчас мы обсуждаем зону отчуждения, создание питомника, приюта в зоне отчуждения, где собаки бы получали необходимый уход, еду. Поскольку популяция снижается, это можно будет сделать. Это как бы наша финальная цель. Мы хотим сделать это место, это питомник, это будет большое помещение, где ветеринары могли бы приходить за ними наблюдать. Но да, у них должна быть постоянная еда, постоянная вода. Должно быть много места, где они могли бы бегать и жить как нормальные собаки, но только в зоне отчуждения, если они там родились». После начала реализации глобального проекта на промплощадке фонд расширил свою программу и в прошлом году уже не только в зоне отчуждения, но и в Славутиче ветеринары и волонтеры фонда помогали решать проблему бездомных животных. В этом году эта работа продолжилась. Целую неделю более 35 профессиональных специалистов со всего мира безвозмездно помогают славутическим бездомным и домашним животным. Ветеринары из Европы, Америки и даже Австралии лечат домашних питомцев, вакцинируют и стерилизуют славутических бездомных котов и собак. «Каждый год с нами все лучшие и лучшие специалисты, все лучшие и лучшие врачи. И с каждым годом люди все больше возрастает интерес к Чернобылю. Мы тоже над этим работаем, чтобы люди обращали внимание на действительно реальные проблемы, а не на выдуманные, которые у нас тоже есть. И, к счастью, люди обращают внимание и хотят лучших решений». «Будет ли продолжаться это именно здесь, как в Славутиче? Про зону я уже поняла». «Да, да, да. Целью нашей программы – это обеспечить уход животным не только в зоне отчуждения, но и здесь. Потому что работники станции, даже когда они на работе, они думают про то, что у них кошка дома больная. Они не могут нормально работать, потому что у них голова занята другим. Поэтому, пока продолжается эта программа, мы будем начинать в Славутиче, чтобы люди знали, что мы здесь, мы помогаем животным. Когда они видят нас в Чернобыле, они уже знают нас, они не удивляются этому и знают. Мы помогаем еще Союзу ликвидаторов Чернобыля, приюту детскому, реабилитационному центру. И мы, когда увидели, что есть такая необходимость у людей, и этим никто не занимается, мы решили создать СФФ, этот фонд». Основали фонд «Лукас Хикстон» и «Эрик Кемберриан». Они посещали Чернобыльскую атомную электростанцию в течение последних пяти лет в рамках программы «Ред Эйр». Фонд координирует программы по обмену опытом и знанием между украинскими и международными специалистами, связанными с Чернобыльской атомной станцией. Именно эти ребята запустили в сети компанию по сбору средств «Собаки Чернобыля». «Трудно ли собирать деньги на фонд? Или проще стало? Или как?» «Конечно же, трудно заставить кого-то отдать свои деньги тому, кого он не знает, на другом конце света, для того, для чего он не знает. Поэтому первое, что мы делаем, это мы обучаем людей, мы даем им информацию, что здесь есть такой город, здесь есть такая станция, здесь есть люди такие, которые здесь работают над этой станцией. И как только люди понимают, у них есть такие проблемы, но они это делают, работают тоже на станции для того, чтобы вы на другом конце жили спокойно, да. Поэтому как только мы даем им это понимание, они понимают, что да. И потом мы говорим, что вот у нас есть такие пути решения этой проблемы, нужно вот это сделать. Некоторые люди понимают, что они могут сделать этот вклад, некоторые дают деньги, некоторые жертвуют своим временем, некоторые жертвуют оборудование или медикаменты. И таким образом, с миру помилки, как говорится, часто эта информация, которая есть у людей, она неверная. То, что они думают, что знают, это неправда. Но правду они не знают. И поэтому наша работа дать им понять, что больше двух тысяч людей, которые на станции работают каждый день, они это делают для того, чтобы им жилось спокойно. Представление людей о Чернобыле и как бы их интерес закончился 30 лет назад. И за эти 30 лет многое изменилось. И наша работа постоянно поддерживать этот интерес, чтобы, ну... Я поняла. А тогда можно отвлеченный вопрос? Сейчас все обсуждают сериалы HBO Чернобыль. 30 лет спустя я никогда не встречал работника ЧС, который бы жаловался на свою работу. Все делают ее, ну, с энтузиазмом. И вот это самая лучшая вещь, которая осталась. Люди понимают, что их работа важна и, ну, как бы, даже гордятся этим. Ну, такая-то хорошая гордость такая, которая... Да, спасибо. Поможет ли этот сериал сейчас? Поможет это. Нам уже сейчас люди пишут. Внезапно их глаза открылись. Они увидели проблему, они начинают искать в интернете. Находят наши программы, находят программу помощи детям, помощи животным. Фонд – американская общественная организация, которая была создана в 2016 году для борьбы за чистое будущее планеты. Созданная для предоставления помощи общинам, которые пострадали в результате промышленных аварий, таких как авария на Чернобыльской АЭС. За последние три года фонд занимается не только экологическими проблемами зоны отчуждения. Стоит вспомнить, что фонд купил оборудование больницы в Славутиче, выделил 85 субсидий на медицинскую помощь работникам ЧАЭС и помог 12-ти славутическим семьям оплатить срочные операции. А в прошлом году волонтеры фонда нашли в Америке новый дом и любящих хозяев для 200 чернобыльских щенков. Вы спросите, зачем этим иностранным волонтерам-ветеринарам из фонда чистого будущего нужно тратить свое личное время и свои средства для этой огромной работы? Ответ в их глазах. Они любят животных и знают, что любая их помощь делает жизнь наших кошек и собак лучше, а людей добрее. Продолжение следует...